Первый раз в первый только не класс, а кластер. Первокурсники Щелковского колледжа, которые выбрали для себя профессии, связанные с электроэнергетикой и газоснабжением, пришли учиться не просто в колледж, а в новый образовательный кластер под названием Топливно-энергетический комплекс федерального проекта «Профессионалитет». По сути, это выход на новый уровень среднего профессионального образования, когда уже с первого курса работодатели вкладываются в подготовку специалистов для себя. Чтобы за вами на выпуске стояла очередь из работодателя, вы их выбирали. Вот мне кажется, сегодня эта мечта начала сбываться. Такого ажиотажного спроса на вас, на ваши знания, умения никогда не было. МОСОБЛЭНЕРГО, МОСОБЛГАЗ, компания МАЙ, русская бокалейная компания, ЭЛЭНЕРГО, ОБЛГАЗСЕРВИС. Руководители предприятий приехали на открытие кластера познакомиться со студентами. Всем пожелали успешного сотрудничества замглавы городского округа Дмитрий Толмачев, депутат Госдумы Александр Толмачев и областной думы Владимир Шапкин. Заложили в капсулу времени пожелания на будущее и символически перерезали ленточку. Кластер открыт. Лучшего для ребят пожелать невозможно. Во-первых, это новая программа обучения, содержание проверенное полностью работодателем. Во-вторых, это потрясающее оборудование. Оснащены мы полностью. Если вы зайдете в класс, увидите, что буквально на каждом метре стоит какое-то оборудование, какой-то стенд, благодаря которому ребята будут получать навыки практического характера. Напомним, как все начиналось. Щелковский колледж, заручившись поддержкой партнеров-работодателей, выиграл конкурс на участие в федеральном проекте «Профессионалитет». Получил федеральный грант 100 миллионов рублей и областной 23 миллиона. Плюс вложились предприятия. В результате под кластер было капитально отремонтировано здание бывшего химтехникума. Сейчас это СП номер 4. Закуплено уникальное оборудование для учебы и практики. Кстати, что-то специально для студентов изготовили местные партнеры, как, например, эту стойку. Пляновский завод из ОИС, который занимается в строительстве по станции, он ее сделан для учебных целей. То есть все, что в этот взгляд, все не видно. То есть электромонтеры, которые эксплуатируют, они ведь просто металлические панели. А нам или сделали, открыли и показали, что у них внутри. Кроме уникальных лабораторий и учебных классов для топливно-энергетического кластера на территории СП-4 построили полигон, единственный такой в Московской области. На нем будущие электромонтеры будут отрабатывать навыки работы на воздушных линиях электропередачи. Даже автовышка настоящая. Пять групп студентов-первокурсников по пяти специальностям влились в образовательный кластер. Каждая закреплена за своим предприятием. Небольшие подарки на память подтвердили партнерство. Это же здорово, когда только придя учиться, ты знаешь, где будешь работать. Кто-то начнет уже с третьего или даже второго курса. Они у нас работают на постоянной основе, получают полноценную зарплату, обучаются профессии наяву, не просто в колледже, а вживую, имеют возможность попробовать. У нас очень большой спектр специальностей. То есть это действительно релейщик, кабельщик, воздушник, подсанционщик, испытания измерения. То есть очень большой спектр. И в принципе мы всех готовы принять в себя на наше производство. И ребятам они покажут тот путь в профессию, который они пройдут вместе с работодателем рука об руку. Вот прямо с сегодняшнего первого дня учебы они уже с ними, они уже вместе. Стоит добавить, что в этом году спрос на обучение в Щелковском колледже, который считается лучшим в Московской области, вновь превысил предложение. Более двух тысяч ребят подали заявление, а поступили на первый курс – 1300. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.